Физкульт привет, друзья и ученики! И просто случайный зритель! Это видео, предупреждаю сразу, не носит в себе никакой информативный характер с точки зрения методики или теории тренировочного процесса. Это видео немножечко раскрывает мою жизнь, как я живу. Влог, если хотите. Раньше я таких видео не делал, но вы меня часто об этом просите, поэтому получите. Надеюсь, вам понравится данный ролик. Хейтеров предупреждаю сразу не смотреть. Сразу ставьте дизлайк, напишите какую-нибудь милую гадость и идите дальше своей дорогой. Адекватных людей прошу оценить данный ролик и по вашим лайкам, вашим комментариям. Плюсик ставьте в комментарии, если вы хотите, чтобы такие ролики иногда выходили, выпускали. Они помогают раскрывать больше мой внутренний мир. И в первую очередь, конечно же, для тех, кто постоянно регулярно смотрит мои видеоуроки, читает мои статьи и книги. Я тоже очень люблю узнавать о тех людях, которые мне интересны, которых я смотрю, которых я изучаю, знать их биографию, когда понимаешь, как и что происходит у человека в жизни, чем он живет, чем занимается, чем интересуется, как-то и по-другому открывается и личность человека, по-другому начинаешь смотреть именно на то, что он несет в массы. Надеюсь, и вам данный ролик понравился. Как часто бывают у вас моменты, когда жизнь как бы замирает, приостанавливается бег времени? Это лучшее время, на мой взгляд, задуматься над тем, куда ты пришел, что тебя привело к этому. И там ли ты находишься, куда всегда стремился. Я очень люблю такие моменты. Они крайне редки в жизни. Сейчас один из таких моментов. Я лежу в Майами, в отеле, перед походом на большой рок-фестиваль. за окном, как всегда, пальмы и солнце. Тело болит от постоянных тренировок. В голове мысли, которые родились когда-то, еще не до конца оформились. новые идеи. Просто наслаждение моментом. Жизнь, друзья, это здесь и сейчас. Именно здесь и сейчас. Нет прошлого, нет будущего. И если вы живете только прошлым или будущим, то для вас не существует и настоящего. Всегда помните об этом, когда сожалеете о чем-то из прошлого или напрасно переживаете о чем-то в будущем. Вы упускаете тем самым настоящее. Я очень люблю просыпаться, рано. Вообще люблю время, когда все спят, когда еще не проснулись или когда все уже легли. Самые лучшие мысли, идеи приходят в это время. Также по Дону Хуану сумерки это дверь между мирами, что очень хорошо ощущается по утрам. проснувшись я пишу новые статьи, книги, размышляю над различными вопросами, которые меня волнуют и работаю с учениками, отвечаю в соцсетях на вопросы. Утром также я люблю сходить к бассейну, позагорать, набраться сил немножко от воды, от солнца, размять мышцы и всегда прикольно подурачиться в бассейне. Тем более, что с утра никого нет. Во второй половине дня я предпочитаю заниматься. Я не раз читал исследования, что лучшее время для тренировок это 4-5 часов после вашего пробуждения. Рекомендую попробовать и вам. Также мы уже неоднократно ездим с женой, 30 минут всего от нас, от того места, где мы живем. прекрасное место, где можно покататься на лодках, на каяках по дикой речке, где плавают маленькие живут аллигаторы. Если их не трогать, они не трогают и тебя, даже купаемся мы там. Вода очень холодная, потому что родник большой, создает целое озеро, дальше вытекает речка. Это тоже, друзья, очень-очень интересно, увлекательно. Единственное, очень жарко, все-таки Флорида, здесь у нас постоянная жара, и люди, кто плохо переносит жару, естественно, будут себя чувствовать некомфортно. Обязательно пользуйтесь кремами, носите головной убор, берегите свое здоровье. Ну как вам? Непота. Всегда мечтал в заповедных местах, где индейцы раньше только живут. Мне не стопала нога белого человека. Но крокодильчиков сегодня нет. Олигатров. Олигатров, извините. Судя вообще о живности спит. Там нас решили обогнать. Да? Все. Включаем второй скорость. Приезжаем к берегу. Вон, птичка сидит справа. Беленькая? Да. Включали вам. Синяя нога зацепила. Я очень люблю серфинг. И в Америке я пробовал его впервые. Получил колоссальное удовольствие. Это просто неописуемое удовольствие. Необъяснимый кайф. Ты чувствуешь силу океана, чувствуешь мощь волны. Обуздать ее, поймать волну это самое сложное. Удержаться на волне гораздо легче. Но вот поймать волну это то, чему нужно учиться и нужна для этого практика. К сожалению, я не нашел свои видео, где я снимал. Но я также люблю сноубординг. И сноубординг я вам покажу. Вот мы недавно были с женой в Колорадо получили очень массу много впечатлений и покатались вдоволь. Также я очень люблю серфинг, но к сожалению не нашел видео и фотографии, чтобы вам показать. Да и последнее время не часто удается заниматься им. но сноуборд это тоже такой своеобразный серф на льду, на доске. Необычайный кайф. В горах чувствуешь одухотворение. Мысли, которые приходят совершенно другие. Чувствуешь какое-то возвышение. Хочется творить. Чувствуешь свободу. Если вы никогда не были в горах, я вам настоятельно рекомендую. Вы почувствуете как ваша душа обновляется. Почувствуете переформатирование вашего мозга. Поверьте, это обязательно опыт, который стоит попробовать, испытать, пережить. И пусть даже вы не полюбите лыжи или сноуборд, но вы прочувствуете насколько совсем другой климат в горах. И с точки зрения природы, и с точки зрения духовности. Горы меняют восприятие мироощущения, и вы уже по-другому будете смотреть на жизнь, на все, что происходит, творится вокруг вас. Горы, снег, чистейший воздух. Это то, что нужно вокруг ждать. Когда мы были властью, мы были два раза, мы с женой знали, что в первую очередь хотим попасть на большой каньон. я очень увлекаюсь и мне близка по духу мировоззрения индейцев Северной и Южной Америки. И когда я был маленьким, я был уверен, что прилечу в Америку воевать за индейцев против белых. поэтому все, что связано с индейцами, с их культурой, с их духовностью, поверьте, это совершенно другие люди. Все, что нам показывают в кино, это такая лажа по сравнению с тем, что было, что есть на самом деле. И я не мог просто не поехать на Гранд Каньон, о чем не пожалел. Это было, наверное, одно из моих самых увлекательных духовных путешествий, если вы понимаете, о чем я говорю. Также мы с женой любим путешествовать. Были в Лас-Вегасе, очень впечатлил нас Гранд Каньон, любим знакомиться, общаться с людьми. На этой фотографии я с владельцем спортпитания одного очень крупной сети. Парень в очках костюме главный управляющий всех крупных казино Лас-Вегаса и полицейский из Орландо. Но то, что ты чувствуешь, когда попадаешь в природу, нетронутую человеком, описать невозможно. Гранд Каньон просто перевернул мое восприятие мира. Тем более, вы знаете, я очень люблю и уважаю индейцев. Мы полетели на вертолете. Это было очень страшно и очень впечатляюще. Объяснить просто нереально, насколько это круто, насколько это страшно, насколько ты не понимаешь, что происходит. Вертолеты старые, практически стеклянные, сверху донизу. И тебе такое ощущение, как ты летишь в мыльном пузыре, который готов в любой момент лопнуть, а высота приличная, как вы видите. Но то, что ощущаешь, это непередаваемо. Это очень-очень классно, это здорово. И если вы когда-нибудь будете в Гранд Каньоне, я вам рекомендую именно на вертолете взять экскурсию, потому, что то, что вы прочувствуете на автобусе, вообще не идет ни в какое сравнение с тем, что вы испытаете, полетав над Гранд Каньоном и залетая непосредственно в Гранд Каньон. Также потом можно поплавать с индейцами вот по реке, которую вы видите внизу. Это тоже очень интересно, впечатляюще. И все, кто любит путешествовать, оценят, насколько это круто. Я знаю людей, которые по шесть раз были в Гранд Каньоне и испытывали каждый раз новые ощущения. А вот эта река, которую мы видели с вертолета, здесь совсем уже другой вид, по-другому ощущается дух каньона, нежели когда летишь на вертолете и смотришь уже как бы снизу вверх на все это величие. По-другому я просто не могу сказать, это действительно величие, это духовность, которую обязательно нужно испытать и обязательно, друзья, наверное, лучшее, что может быть в Штатах это Гранд Каньон. Попробуйте, прочувствуйте и потом отпишитесь в комментариях, если будете. А если вы уже были, расскажите о своем опыте, как, насколько понравилось вам. Обратно летели немножечко другим маршрутом, но тоже было очень впечатляюще, виды открывающиеся со всех сторон производили сильное впечатление. Описать это сложно словами, но скажу, что это не идет ни в какое сравнение, как если вы просто путешествуете по городам. Города меня сильно не впечатляли. Лас-Вегас, Нью-Йорк, да, разочек побывать стоит, но это не то, что я ожидал. Но когда попадаешь вот в такую дикую природу, можно сказать, нетронутую человеком, ты по-другому начинаешь ощущать мир. А город, это город, это муравейник. Я стал любить тихие одноэтажные города, где мало движухи, мало людей. Старею, наверное. Также я очень люблю, помимо качки, хоккей. Я играю вратарем и уже выиграл шесть кубков с различными командами в трех разных дивизионах. В одном дивизионе мы один раз выиграли и весь регулярный чемпионат, и плей-офф, и финальную игру я отстоял на ноль, мы выиграли 3-0. Получил я тогда звание самого ценного игрока, что не могло меня конечно не радовать и вдохновлять. А это вот впервые за все время меня пригласили на матч всех звезд, где мы вот сейчас вы на экранах видите участвуем в конкурсе вратарей. Он проходил в 3 этапа. Кто прошел первые 2 выходил в 3-й финальный. К сожалению я думал не пройду в 3-й этап потому что мои соперники пропустили по 1-2 гола в первом этапе а мне зашло 4 по-моему и я думал что уже не прокатят но во втором этапе они также пропустили по 2-3 гола а я отстоял на 0 и благодаря этому я смог пройти в 3-й этап где к сожалению пропустил 1 бросок и по итогам занял второе место среди конкурсов вратарей но в сам дух сама атмосфера праздника веселья радости очень очень вдохновляет и тот кто любит спорт конечно же понимает о чем речь хоккей для меня вместо аэробики благодаря советам рекомендациям Виктора Николаевича Силуянова я смог поднять свою выносливость потому что когда только начинал играть я и 15 минут не мог выдержать на льду на площадке потому что как вы видите вратарь это постоянное движение сел на колени встал сел на колени встал упал встал и так на протяжении всего матча вот за 15 минут я просто выдыхался а как только стал опробовать методики силуянова я очень быстро спрогрессировал и сейчас могу отыграть даже два матча подряд что бывает не редкость когда какой-то вратарь не может прийти по какой-то причине и команды просят заменить так что вот такая разнообразная жизнь у качка не только железо но и хоккей что не может не радовать поэтому не зацикливайтесь на чем-то одном старайтесь развиваться всесторонне и физически и духовно и мозги напрягать нужно я очень люблю шахматы считаю это лучшей игрой и рекомендую и вам тоже попробовать начать играть в шахматы не пожалеете любим очень рубиться качки против баскетболистов кто кого все как во взрослом керлинге покажи вот там циферки нужно останавливать ставить блоки выбивать самое классное здесь вот какой нехороший тоже нехороший сними прям вот отсюда ну давай о боже эх слабо поехала что-то вы какие-то слабенькие ну здесь уже победа ну и кто не любит своих котов вот и нашего волосатика мы привезли из России с собой в Америку не стоит оставлять открытых емкостей с водой потому что эта тварь сразу же начинает пить и уже не уследишь за ним так что мне приготовили на ближайшие несколько дней вы все равно меня спрашиваете часто чем я питаюсь так здесь вот три порции это мясо с рисом и овощи хорошая штука здесь грудка с темными макаронами и сыром тоже с помидорами здесь креветки с рисом горошек хорошая штучка тоже люблю и здесь вот классная такая вещь мясо и немного риса кукуруза кукуруза и помидорки вот кому интересно такой состав у каждой порции я за раз съедаю одну здесь вот 12 4 по 3 вы видите 12 порций это мне примерно на 4 дня но я ем не только такую еду из доставки поэтому делайте сами выводы вот так выглядит подогретое блюдо рис лук с перчиком очень люблю немного бобов кстати здесь только открыл для себя что рис с бобами вместе кушать очень вкусно и вот такое вот мясо так что друзья всем приятного аппетита следите за тем посмотрите какая шикарненькая штучка сегодня у меня на десерт после тренировки это желейный торт из сладкого батата сладкого картофеля для тех кто хочет попробовать сделать такую же замечательную вкусняшку полезную я рекомендую обратиться на канал в инстаграме нутрика бади вы уже видели я раньше рассказывал вам о нем там две девушки рассказывают о тренировках о питании о правильном тренинге о правильном питании настоятельно рекомендую всем зайти попробовать сделать такую штучку и оценить насколько это вкусно ну вот друзья я немножечко приоткрыл вам дверь в свою жизнь то чем я живу чем я увлекаюсь надеюсь вам было интересно и может быть даже где-то и познавательно пишите ваши впечатления в комментариях мне это очень интересно повторюсь еще раз если вам нравится такой формат видео вы хотите больше видеть именно о жизни моей чем я увлекаюсь чем интересуюсь мои будни ставьте лайк а в комментариях плюсик если не нравится ставьте дизлайк и в комментарии соответственно минус за любое ваше мнение я вам благодарен потому что это помогает развиваться и мне и каналу спасибо что смотрите спасибо спасибо Продолжение следует...